Единая Россия в своей программе предлагала повышение пенсионного возраста? Нет. Или может быть кандидат в президенты, которого поддерживал Единая Россия Владимир Владимирович Путин в своей программе имел пункт о повышении пенсионного возраста? Нет. У меня мама уже тоже, ей до пенсии около пяти лет осталось. А здесь, если эту реформу просто переживаешь за родителей, переживаешь в первую очередь за них, что они будут работать еще лишние пять лет, восемь лет. Ну и за себя, конечно, то, что не хочется. Говорить о том, что пенсионный возраст увеличивается, и мне еще восемь лет плюсом придется работать, это с нашей экологией, с нашей жизнью, вот этот ритм такой, что... У нас в Оренбурге, вот сейчас вот у кого не спросить, все руки поднимут, у кого родственники и друзья болеют тонко. Вот у нас на улице три человека, сонка заболеваний, а нам, вот я вот, допустим, я даже не знаю, доживу я до пятидесяти лет, и нет, вот как вот мне, я вот даже не знаю. Я через девять лет должна бы выйти на пенсию, мне будет 55, и мой штаж составит 37 лет. И я бы хотела ходить с внуками на фитнес, на все лето забирать их на каникулы, заниматься воспитанием своих внуков, помогать своим детям. Деньги надо собирать с тех, кого они есть, они самых малым мужчинам, все. Если мы будем молчать, то будет еще хуже. Как бы там они ни говорили, как бы мы подпись ни делали, Путин пока будет у власти, народу никогда хорошо не будет. 20 лет сидит, 20 лет вредит Россию, вот так. Митинг против пенсионной реформы состоялся на площади Атриум. По одну сторону ограждения организаторы вывесили портреты членов Государственной думы Отренбургской области, которые поддержали инициативу. Несмотря на то, что горожане выступают против нее. Эта реформа концентрирует само отношение власти как геноцид к собственному народу. Сама жизнь нас учит, и мы должны выучить эти уроки, четко их усваивать. Правильно, действительно, есть плакат о том, что нет доверия и правительству Медведева необходимо отправить в отставку. Но можем ли мы доверять и президенту Путину, который обманул нас? Нет. Сегодня пришла, хоть я вот после работы суточной, но все равно вот сумками стою. Потому что у меня есть дочь, у меня есть внук, у меня муж остался, который два года до пенсии. И вообще я люблю Россию, я здесь родилась, раньше жизнь была хорошая, другая, а сейчас я чувствую, что жизнь катится вниз. Прежде чем создавать эту систему, менять возраст, нужно создать для человека условия, чтобы он пенсию получал приличную, работа была. Я уже 12 лет на пенсии, я за своих детей и внуков переживаю. Это бессовестная, бесстыжая воровская реформа нашей страны. Так еще никогда не унижали народ, как сейчас унижает Путин и Медведев нас. Конечно, затрагивает, мы же профессионального возраста, тяжелые, с клюками потом с клюками на работу. Физические работы тяжелые. Представьте, 60 лет я буду там с Бадиком ходить, лазить по крышам и так далее, и так далее. Это смешно, невыносимо. С давлением, гипертоники все, и вот, пожалуйста. И что там будет? Там на месте кряк и до свидания. А с Бадиком будешь ходить, тебе с работы идите отсюда и все. Вместе с лозунгами некоторые участники митинга стали выкрикивать предложение пойти к Дому Советов, чтобы заявить о своей позиции там. Позже организаторы отговорили бастующих. Все протестующие, с которыми мы успели пообщаться, отметили, что и в дальнейшем готовы поддерживать подобные акции. Однако многие не верят в их эффективность. Удастся или нет, посмотрим. Мы пришли, а там видно будет. К сожалению, нет, не удастся, потому что, судя по вопросам в интернет, все глушат, все давят, не дают. Народу даже в интернете запугивают, высказываются, поэтому навряд ли. Надеемся, конечно, что удастся, что президент увидит, что правительство увидит, что люди против. Основное идет за народом. Если весь народ встает и говорит, что мы против, я уверена, что только вместе с плача мы сможем это переломить. Сидеть дома – это закрыться в комнате и не делать ничего. Это не мой принцип. Я хочу жить, поэтому я высказываю свое мнение. Участники митинга приняли резолюцию за отмену пенсионной реформы. Ее подписали 1540 человек. По оценкам организаторов Оренбургского отделения КПРФ, на митинг пришли от полутора до двух тысяч горожан. Сотрудники полиции данные о численности митингующих не предоставляют. Наталья Богданова, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ.